Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Очередь расписана до конца июня. Значительный рост спроса на вакцинацию от коронавируса наблюдают медики за последнюю неделю. Завтра наступает уже сегодня. В Сухоми завершился арт-фестиваль под таким названием. Радиотеатр в смартфоне. Новый проект стартовал в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанго. Начнем с международной новости. Башар Аль-Асад победил на выборах президента Сирийско-Арабской республики после того, как получил 13 миллионов 540 тысяч голосов избирателей в Сирии за ее пределами, сообщает официальный сайт президента Сирии. Башар Асад получил 95,1% голосов избирателей и уже заявил о новом этапе в истории страны. На избирательные участки пришли более 14 миллионов человек. Явка составила 78%. Было открыто более 12 тысяч избирательных участков, работа которых была продлена на 5 часов из-за большого количества желающих проголосовать. В качестве международных наблюдателей на выборах принимали участие представители из Абхазии, России, Южной Осетии, Китая, Ирана, Ирака и Беларуси. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил Башар Асада с убедительной победой на выборах президента Сирийско-Арабской республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Итоги всенародного голосования свидетельствуют о высокой поддержке народам Сирии и вашей политике, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Ваше личное мужество, подвиг сирийского народа, который под вашим предводительством смог спасти свою родину от международных террористов, заслуживает восхищения. Говорится, в частности, в поздравлении. Бжаня поблагодарил сирийского коллегу за теплый прием, оказанный ему и всей абхазской делегацией в ходе недавнего официального визита в Сирию. Итоги визита, несомненно, окажут большое положительное влияние на развитие всесторонних взаимовыгодных отношений между Абхазией и Сирией во благо народов наших стран, подчеркнул Бжаня. Президент пожелал коллеге крепкого здоровья, новых побед в деле служения Сирийско-Арабской республики, а народу Сирии, мира и благоденствия. Поздравление с победой на выборах в адрес вновь избранного президента Сирии направил спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварчия. В поздравительном адресе, в частности, отмечается. Результаты голосований вашей убедительной победы на президентских выборах свидетельствуют о вашем высоком авторитете и широкой поддержке сирийским народом, проводимого вами политического курса. Подтверждаю нашу готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между Республикой Абхазии и Сирийской Арабской Республикой. Премьер-министр Республики Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния, который рассказал о результатах рабочего визита в Ярославскую область, где встретился с заместителем председателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным. Результатом встречи стало заключение соглашения между МЧС Абхазии и Ярославским медицинским университетом, в соответствии с которым МЧС Абхазии получает возможность целевого направления абхазских абитуриентов для учебы на факультете лечебное дело с дальнейшей специализацией как врача экстренной помощи медицины катастроф. По словам министра, в течение месяца в ведомстве проведут отбор претендентов на обучение в ВУЗе. Помимо этого, министр доложил о поисках российского туриста в верховьях реки Гумисты, которые начались 12 мая. Поисковая группа достигла базового лагеря, на месте которого туриста не оказалось. Затем дважды был исследован возвратный маршрут по направлению с гор к побережью. Кроме того, сотрудники МЧС Абхазии 28 мая приступают к исследованию территории с воздуха. В Абхазии зарегистрировано 6 случаев британского штамма коронавируса SARS-CoV-2 со специфической симптоматикой и подтвержденным исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания премьер-министра Александр Анквап с министром здравоохранения Эдуардом Будба, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик, главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой, руководителем аппарата кабинета министров Давидом Сангулия. Участники обсудили темпы прививания населения от коронавирусной инфекции. По сообщению Минздрава, по ситуации на 28 мая привились в Абхазии 976 человек. С каждым днем количество вакцинирующихся за сутки увеличивается в среднем на 30%. 27 мая в столице прошли вакцинацию 142 человека. Показатель планируется удвоить, как только препарат начнет применять в районах. По данным Будба, продолжается распределение препарата по городам Абхазии. К тому же в столице откроется дополнительный пункт вакцинации. Медики также рассказали премьер-министру о планируемой совместно с российскими коллегами программе по изучению иммунного статуса разных возрастных групп на антитела к коронавирусу, который начнется во второй декаде июня и продлится несколько недель. Александр Анкваб поручил тщательно контролировать соблюдение условий транспортировки, хранения вакцины, отслеживать состояние показателей иммунного статуса вакцинируемых граждан, проводить подготовку ко второму этапу вакцинации в республике. Согласно сообщению оперативного штаба, за 28 мая тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 18 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 292 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14 589 человек. Значительный рост спроса на вакцинацию от коронавируса констатируют медики за последнюю неделю. Более 650 жителей Сухума уже поставили первую дозу вакцины, а очередь желающих расписана до конца июня. Подробнее Надежда Боровикова. Спрос на вакцинацию от коронавируса в Сухуме растет с каждым днем. Количество ожидающих в коридоре увеличилось значительно по сравнению с первыми днями. Только в первой поликлинике принимают по 50 человек в день. Диана Твартвая записалась неделю назад, и это считается повезло. На 28 мая оставалось одно место. Неделю назад. Там место одно есть, вам дадим. Пожалуйста, прошла. Я и не боюсь. Всем советую, чтобы сделали. В основном в очереди люди пенсионного возраста. Немного волнуются. Говорят, начитались в интернете ужасов, опасаются реакции на вакцину. Но тут же соглашаются, что о реальных случаях тяжелой реакции на спутник ВИ никогда не слышали. Наталья Багателия зато очень хорошо знает, какие осложнения могут быть после ковида. Сын мой, он переболел и не знал, что болел. А в больницу уже, когда попал с такими осложнениями, что уже ковида у него не было, осложнения ужасные были. На все. И легкие, и почки, и подживудочные. Короче, все, что у тебя слабое, оно на все дает осложнения. Главврач первой поликлиники Лиана Ампар подтверждает рост спроса. Очередь на вакцинацию уже расписана до конца июня. Спрос на вакцинацию большой. На сегодняшний день нами привито 420 человек. На сегодняшний день у нас прививается 50 человек. Запись идет до 27 июня. Сама процедура проходит быстро и безболезненно. После нее нужно полчаса находиться в медучреждении. Пока все нормально, не знаю. Пусть вакцинируются, они боятся. Заведующая управлением здравоохранения Ирма Волба рассказала, как будет организован процесс вакцинации, когда добавится поток граждан, которым необходима вторая доза прививки. Есть еще второй компонент. Это у нас будет проводиться на 21 день. И мы составляем уже график. График будет составлен в таком порядке. Первый компонент у нас проводится с утра, с 9 утра до 12. А второй компонент будут они проводить уже после 12, насколько я понимаю, потому что поликлиника просто не осиливает такой поток людей. Пока что вакцинация для граждан в Сухуме организована только в двух медучреждениях – в первой и третьей поликлиниках. Но с учетом роста спроса, возможно, в ближайшее время в столице откроются дополнительные пункты вакцинации. Всего по сухому прививку от коронавируса сделали уже более 650 человек. Министр здравоохранения Эдуард Будба ознакомился с работой и условиями оказания медицинской помощи пациентам в больницах городов Гала, Чемчира и Ткуарчал. Так, в Чемчирской ЦРБ Эдуард Будба осмотрел все отделения и кабинеты. Не оставил без внимания кабинет вакцинации от COVID-19, проверил наличие противошокового набора и других необходимых медицинских средств для проведения прививок. Министр побывал также в красной зоне, где проходит лечение больные с коронавирусной инфекцией, пообщался с пациентами. Министр также посетил Ткуарчалскую ЦРБ, осмотрел и новое здание больницы, построенное в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, которое в ближайшее время будет введено в эксплуатацию, пообщался с инженерами и строителями. В планах министра здравоохранения посетить и другие лечебные учреждения. 27 мая состоялось заседание Полицовета Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». С отчетом о деятельности партии выступил председатель партии Аслан Барциц. Вниманию членов Полицовета были предложены тезисы развернутого документа, подготовленного политической партией ФНЯ по вопросу истории становления государственности Абхазии. Члены Полицовета были ознакомлены с содержанием нового развернутого заявления партии, которое будет размещено в социальных сетях и в СМИ в ближайшее время с учетом высказанных на заседании мнений и точек зрения. Документ посвящен актуальным общественно-политическим и социально-экономическим проблемам, накопившимся в стране за последнее время. Гулрыбшский районный суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении охрекавец боевой иностранных товарищей. Суд находится еще на стадии допроса свидетелей, представленных государственным обвинением. На очередном заседании 28 мая были зачитаны две экспертизы – дектилоскопическая и баллистическая. По каждой из них был допрошен эксперт, составляющий документ. Также суд допросил одного из понятых и родственника, обвиняемого Авитсба. Все подробности в наших ближайших выпусках. Напомним, что Ахрекавецба вместе с другими подсудимыми обвиняются по статье о незаконном хранении оружия с группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от двух до шести лет лишения свободы. Статья считается тяжкой. Школьный учебный год в Абхазии завершится 25 июня. Об этом Абстный пресс сообщила исполняющая обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения и языковой политики Астанда Чулоку. Всего в этом году выпускникам предстоит сдать три выпускных экзамена, два письменных изложений на родном языке, математику и один устный по истории Абхазии. Все экзамены завершатся 3 июля. Завтра наступает уже сегодня. В Сухуме завершился арт-фестиваль под таким названием. Неделю художник из России Макс Гашко-Даньков расписывал стену Сухумского морского порта. А в это время проходили показы фильмов и дискуссии на тему экологии, доступной городской среде и искусстве. Завершился фестиваль торжеством на площади Сергея Багабш. Подробности в репортаже Марьяны Котовой. Фестиваль завтра наступает уже сегодня организован командой Colors of Nation. По словам Лауры Тарнава, основная цель мероприятия – разговор с миром языком искусства, который понятен любому человеку, независимо от культуры и местоположения на географической карте. Мы вне политики и вне религии, и мы хотим доказать миру, что искусство – это тот инструмент, которым можно решать и поднимать очень многие вопросы. И искусство – это тот язык, который понимают все. Люди, говорящие на разных языках, люди даже далёкие от каких-то творческих профессий, но при этом это эмоция, которая передаётся художниками, фотографами, скульпторами, кинематографом и так далее. Эти эмоции может считать любой человек, и это для нас самое важное. Проект «Завтра» наступает уже сегодня, рассчитан на долгое время, говорит Лаура Тарнава. Он предполагает, что эту инициативу подхватят местные художники и будут развивать городские пространства, совместно с властями города, которые принимали непосредственное участие в организации фестиваля. Вообще это такой долгоиграющий проект, потому что мы считаем, что это только начало, и мы хотим его продолжать. Мы также привлекли, вот мы в течение всего этого мероприятия, которое длилось неделю, потому что объём был большой, этот мурал занимает много места, ему пришлось на это потратить неделю. Мы каждый день проводили какие-то ещё параллельные мероприятия. Мы затрагивали вопрос экологии, мы затрагивали вопрос инклюзивности, мы затрагивали вопрос свободы и абсур. То есть у нас очень были интересные обсуждения, и что больше всего мне понравилось, у нас очень открытая публика, которая хочет общаться. Чтобы создать творческий импульс, команда Colors of Nation пригласила российского художника Макса Гашко-Данькова. По его словам, у Сухума, да и в целом у Абхазии, есть большой потенциал для развития стрит-арта. У вас есть всё то, чего нет у нас. У нас всё обложено законодательными нормами, мы не можем пойти и писать на улице, и делать это так, как мы хотим, потому что либо это закрасит ЖКХ, либо ещё что-то и так далее. И нам нужно везде любой чих каким-то образом оправдывать. В Сухуми и в Абхазии, я считаю, для этого огромное количество мест, которые можно превратить в очень крутые арт-кластеры. Пригласить художников местных, международных, я думаю, что с удовольствием люди сюда приедут. Огромное количество плюсов. Климат, люди, место. Всё. И делать это реальной точкой притяжения для людей, которым в сердце отзывается искусство. Почему нет? Макс расписал верхнюю часть морского порта в стиле органический рисунок. Он не готовил эскиз. По словам художника, поверхность руководит творческим процессом. И никогда не знаешь, что получится в итоге. Я приезжаю на объект, чувствую поверхность, фактуру, структуру и так далее. И само здание здесь мне помогало изобразить то, что вы сейчас видите как финал. В течение семи дней я это делал. Спонсорскую поддержку команде Colors of Nation и их проектом уже много лет оказывает компания Аквафон. Фестиваль «Завтра наступает уже сегодня» также не стал исключением. Colors of Nation для нас не только партнеры, они являются нашими большими друзьями. И мы им очень благодарны. Нам с ними очень комфортно работать. И мы уверены, что в дальнейшем мы сможем реализовать различные интересные проекты. Также у нас есть уверенность в том, что этот арт-объект, который был создан в рамках этого проекта, полюбится нашему городу и впишется органично в нашу столицу. Сухумская молодежь с большой надеждой встретила проект «Завтра наступает уже сегодня». Так как видит в нем перспективу развития городской среды, а значит и прогресс в молодежной культуре. Они влекут за собой цепную реакцию благостную, которая будет только на пользу нашему городу. Потому что наш город крайне необходимо просто украшать. Мы украшаем его зелеными насаждениями, неоновыми вывесками, рекламами и так далее. Но это совсем не то. Это не то, что нужно, а нужно искусство. Завершился фестиваль «Завтра наступает уже сегодня» кукольным представлением, которое подготовили дети с ограниченными возможностями. Каждый житель и гость Сухума мог поучаствовать в росписи баннера фестиваля и новых лавочек от Colors of Nation. Так люди приложили свою руку, талант и вдохновение в создании атмосферы свободного творчества в самом центре столицы Абхазии. Марьяна Потова, Турник Амичба, Абаза-ТВ. Цель журналистов Республики Абхазии при содействии фотоагентства Абхаз Пресс АРТФ готовит памятную фотовыставку, посвященную юбилейным датам журналистов, работавших в разные годы в газете «Апсный капш». Это Борис Тужба, Руфет Будба, Владимир Чуас, Сирион Таркил, Георгий Нараско, Рамис Барциц, Давид Киуд, Виктор Кокоскир. Открытие фотовыставки состоится 31 мая в 13.00 в Сухуми в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Фотовыставка продлится до 4 июня. Для студентов отделения журналистики АГУ в 11 часов 1 июня состоятся встречи и лекции о творчестве журналистов, работавших в Национальной газете. Российская правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом наградила грамотами и благодарственными письмами за 2020 год представителей из Абхазии, сообщает Министерство иностранных дел России. Грамотой награждена председатель правления общественного объединения русской общины от Кварчалского района Валентина Давыдова. Благодарственным письмом награждены председатель общественного объединения русской общины Абхазии Роман Рязанцев и директор культурного фонда «Справедливость, благополучие и развитие», председатель Координационного союза организации русских соотечественников Олег Юрченко. Государственный русский театр драмы имени Фазилий Искандера 30 мая покажет спектакль «Электро» в Театре юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге в рамках 22-го международного театрального фестиваля «Радуга». Постановщик спектакля – российский режиссер, номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Артем Устинов. Художник-постановщик и художник по костюмам Юлиана Лайкова. Художник по свету Евгений Лисицын. Радиотеатр в смартфоне. Новый проект стартовал в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Главная цель проекта радиотеатра – популяризация и поддержка развития абхазского языка. Он реализуется при поддержке совместной программы ЕС и ПРООН. О чем именно идет речь, расскажет Анастасия Никонова. Теперь мировая литература и поэзия, а также стихи абхазских поэтов на родном языке доступны на различных платформах и приложении Google Подкасты. Речь идет о новом проекте Абхазского драматического театра под названием «Радиотеатр». Ну, мы существуем на разных платформах. Вы можете зайти в Инстаграме, посмотреть там в шапке профиля. У нас есть ссылка на приложение подкасты. У нас есть Apple Подкасты, Google Подкасты. То есть не обязательно… Это приложение встроено в телефонах. Если вы не удалили, то оно там есть. И вы можете просто найти там Абхазский радиотеатр, и у нас там страничка наша. Вы можете скачивать, слушать. Это бесплатно. Для нас самое главное в этом проекте, чтобы этот проект был доступен для каждого. За это не нужно платить. Это можно спокойно скачать в любом месте, в любое время. Поэтому мы хотели бы, чтобы он был доступен для всех. Проект заразился в марте 2020-го в разгар пандемии COVID-19. Когда театры были закрыты, рассказала автор идей Лана Басария. Ее идею руководство Абхаздрама поддержало. И вот творческая команда приступила к реализации проекта. Мы решили создать такой проект «Радиотеатр», где мы бы записывали сказки, поэзию на абхазском языке, историю Абхазского театра. Актеры Абхазского театра, выпускники театральной детской студии. Совсем недавно нам прочли сказку Чиполина на абхазском. Мне кажется, мы это делаем в игровой, интересной форме, с музыкальным сопровождением, чтобы не нудно было слушать это. И сказки обычно 3-4 минуты, чтобы это тоже было весело и интересно слушать. Но главная цель проекта «Радиотеатр» — популяризация и поддержка развития абхазского языка. Более того, отмечает Лана Басария, многочисленная абхазская диаспора, живущая в разных точках мира, имеет возможность слушать родной язык и произведения на нем прямо в телефоне. Я давно хотела подобное что-то создать в Абхазии. Когда я училась в Лондоне, я в свободное время преподавала абхазский язык нашей диаспоре. Я столкнулась тогда с проблемой, что у нас нет достаточного материала, чтобы дать им послушать, посмотреть. Они хотели сказки послушать на абхазском. Просто абхазскую речь, чтобы скачивать в телефоне, слушать дома после занятий. И потом я вдохновляла с разными другими платформами, которые этим занимаются. Поэтому, когда я пришла работать в Абхазский театр, предложила руководству такую идею. Она была одобрена. И вот сегодня мы все вместе работаем над этим. Проект «Радиотеатр» успешно реализовывается и становится востребованным. Авторы идей собираются вносить новые рубрики, среди которых будут как история абхазского театра, так и творческие юмористические рубрики. Анастасия Ниганова Товник, Амичба, Аббаза ТВ. Абхазский поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей Абхазии, лауреат государственной премии имени Дмитрия Гуля, Анатолий Лагула, герой следующей передачи Амта Ялнах и Знабаза ТВ. Смотрите проект в нашем воскресном вечернем эфире. 1 июня в Сухуме состоятся мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. План мероприятия опубликован на сайте администрации города Сухум. Так, в 8.00 на набережной Махаджиров благотворительный забег за лучший старт в жизни каждого ребенка. В 10.00 у драмтеатра конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». С 11.00 до 20.00 благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель». Анимационная программа «Ярмарка под открытым небом» с 12.00 до 14.00. Здесь же на набережной анимационная программа для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, в 17.00 выставка работ детских художественных студий, а в 19.00 на стадионе «Динамо» мастер-класс чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на площади Сергея Багабш в 19.30. Детский праздничный фестиваль молодых исполнителей популярной песни «Абжи-Схоу». В Абхазии пройдет конкурс «Красоты. Мисс и миссис России. Земля-2021». Финал конкурса состоится 13 июня в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба в присутствии зрителей. В нем примут участие более 50 девушек из 30 регионов России и самой Абхазии. Победители в двух номинациях помимо «Короны» и «Ленты» получат возможность участия в конкурсе «Миссы. Миссис. Земля-2021», который пройдет в Лас-Вегасе. Спорт. Харитон Аграба проведет свой шестой бой на профессиональном ринге 4 июня на боксерском шоу в Санкт-Петербурге. Бой пройдет в 10-раундовом поединке. В первом полусреднем весе Харитон Аграба встретится со спортсменом из Перу Хесусом Браво. «Мой соперник – достаточно бьющий парень. У него за плечами 19 побед, 17 из них нокаутом и 3 поражения. К этому бою я подошел в очень хорошей форме. Встреча пройдет в весовой категории 63,5 килограмма», – сказал Харитон Аграба в интервью «Спутник». Предстоящий поединок абхазский боксер ждет с большим нетерпением. В завершении выпуска прогноз погоды. Выходные дни 29 и 30 в мае в Абхазии облачная с прояснениями погоды. В субботу ночью и днем преимущественно без осадков. С вечера и до второй половины дня в воскресенье территория окажется в зоне влияния контрастных атмосферных фронтов как с юга, так и с северо-запада. Ожидается со временами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой. Местами возможен град. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте Абаза.ТВ. До встречи в эфире. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова